Очередная порция крутых новостей из мира высоких технологий ждет вас уже сегодня. Мы посмотрим на крутую акустическую систему от Apple, сравним китайские и российские трамваи, а также узнаем, какие игрушки должны быть у современных детей. Поехали! На конференции WWDC 2017 яблочная корпорация представила первую умную акустическую систему HomePod. Это не просто колонка, которая сама переключает треки, это полноценная переносная домашняя аудиосистема с идеальным звуком. И не только! Динамика в HomePod 8, и благодаря им создается 360-градусное объемное звучание. Что еще круто, датчики устройства анализируют окружающее пространство и подстраивают звук под масштаб комнаты. Более того, анализируется и каждая песня, смарт-колонка пропускает ее через свой эквалайзер и получается наилучший вариант звучания. Без помощника Siri также не обошлось. В HomePod он есть. Так что, если вас заинтересует автор трека или его текст, то можно спросить и об этом. В колонку встроили тот же процессор, что и у шестого айфона. Ну и, конечно же, цена. Стоить HomePod будет 350 долларов. Есть варианты в белом и в черном цветах. А появится новинка в свободной продаже в декабре этого года. Давайте сравним, как выглядит трамвай у нас и в Китае. Еще раз посмотрите внимательнее. У нас и в Китае. Казалось бы, улучшать явно надо наш транспорт, но, увы, нет. Китайским разработчикам кажется, что их трамваи недостаточно технологичны, так что они решили сделать гибридный трамвай. Да-да, друзья, совсем скоро по китайским улицам будет разъезжать трамвай с элементами автобуса на автопилоте. Сокращенно новинка называется по-творчески ART. Означает Autonomous Rail Rapid Transit. По-русски автономный рельсовый скоростной транзит. Выглядит, правда, не настолько сложно, как его назвали. Красивый трамвай только на колесах. В один вагон ART поместится 100 пассажиров. Сам трамвай может спокойно ездить по асфальту. Ну, как спокойно, перед этим на асфальте нужно прикрепить специальные полоски. Дома в Китае с этим проблем не будет. Как я уже сказала, катается такой вид транспорта сам по себе. Но пока на время тестирования водителю все же необходимо контролировать процесс. По сути, ART – это быстрый, относительно недорогой, очень комфортный и вместительный вид транспорта, который не потребует введения дополнительной инфраструктуры. Первый беспилотный трамвай ART появится в городах Китая к началу 2018 года. А давайте теперь еще раз сравним российский трамвай стоимостью 9 миллионов рублей, что эквивалентно 2 миллионам долларов, и китайский трамвай за все те же 2 миллиона долларов. Интересно, что мешает нам ввести в эксплуатацию беспилотный трамвай? Напишите в комментариях свое мнение. Вот какие игрушки были у вас в детстве? У меня был песок и кубики, правда, все очень прозаично. Но какие игрушки у современных детей? Вы видели этих детишек 21 века, которые даже ногами на самокате не отталкиваются, потому что он едет сам? Вот сегодня я хочу рассказать о новинке от Sony. Компания представила роботизированную игрушку Toyo, которая состоит из двух подвижных кубиков, которые, в свою очередь, можно запрограммировать или же контролировать с помощью специальных колец. Признаюсь, эта игрушка мне понравилась, ведь играя с ней, ребенок может вырасти профессиональным инженером. Toyo развивает в детях способность вырабатывания алгоритмов и помогает развивать нестандартный образ мышления. Роботы-кубики способны перемещаться в любом направлении, а встроенные датчики помогают им контактировать друг с другом. Также в игрушку встроен картридж, они представлены в нескольких версиях. На них записана определенная схема поведения роботов. Например, с набором Craft Fights идет свой картридж и игровая поверхность для битв между роботами. А с помощью комплекта Craft Life и бумаги можно почувствовать себя биологом и создавать аналоги живых организмов. Первые игрушки появятся у японских деток уже зимой. Стоить они будут 260 долларов и выше в зависимости от модели. Ребята, надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Не забудьте подписаться на наши обновления и поставить лайк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин